всем привет у нас сегодня будет профилактика паровоза в этом видео всем приятного просмотра всем привет как я обещал мне много написали показать полностью профилактика паровоза вот он у нас мы его сегодня разберем покажу все нюансы то что может быть с двигателем объясню расскажу как говорится полностью мы его сегодня что-то почистим что-то отремонтируем вроде как бы новый паровоз но у него есть проблемка двигатель гудит и он как-то надрывом едет сегодня полностью я это сделаю все это я увидел вам покажу что приступим ну вот мы приступаем ничего я еще не разбирал вот он провоз я от реку давно уже знают кто смотрит мои ролики реку приобрел вот мы сейчас поставим и проверим что у него проблемы есть это на все звук конечно очень как-то странно у нас что-то что-то внутри у него там отходит учет приступаем разбираем разбирается он легко на старых здесь винт а уже на этих новых 80-х здесь вот она скоба надо просто нажать вовнутрь конечно силу придется принять не так это легко нажать я всегда беру отвертку плоской отверточку чтобы меньше царапин было беру и просто вот сюда раз так вовнутрь нажимаю и немножко вниз и и хоп с одной стороны и с другой будьте аккуратны они очень ломаются эти скобы и у нас что-то не очень хочет он а пошел все раз и два разбирается его он легко вот как он внутри выглядит здесь у чистенько у нас ну вот у него на контакта грязь грязище есть и немножко у нас колесики грязненькие что я могу рассказать двигателя здесь вот такой легкий джуниор он спокойно снимается сначала скоба и вот сам двигатель запоминайте как стоят спротивление обязательно и вот он все достали двигатель полностью что я могу сказать проверяем как он крутится так что здесь под пластинами щетки стоят смотрим внутри мне его придется разобрать якорь грязненький что я буду делать я сейчас сниму аккуратненько где щетки эту пластину и вот эту пластину и чтобы полностью достать якорь здесь сверху и снизу скобы надо разогнуть то первый раз это будет желательно точечки поставить что потом вам собрать правильно сейчас я это разберу и покажу ну вот я двигатель подготовил будь когда пластина челки где щетки аккуратно там тонкие пружинки такие вот две штучки вот видите вот такие две пружинки разогнули пески и мы сейчас откроем его вытащим якорь ну внутри я смотрю его залили залили капитально маслом сейчас снимем шестереночку запоминать как она стояла и вот он он просто жуть вот почему может у вас двигатель почти не крутится греться потому что некоторые заливает маслом вот смотрите какая беда здесь маслом все залито вот они щеточки до смотрите аккуратно вот такая еще колечко спереди бывает стоит ставится здесь на вал и и не потеряйте а то будет болтаться якорь и будет тоже плохо ходить сейчас я это все почищу и покажу ну вот я все почистил за кадром просто неудобно на камерам показывают якорь какой он был грязненький теперь какой чистый пол всего вытер маслом не заливайте здесь все вытер почистил и сам корпус тоже вон все вычистил и почти то протер там тоже дополнительно кольцо если видите вот она колечко он она колечко есть и теперь собираем я смазываю силиконовой смазкой много взял вот так чуть-чуть беру и раз на хвостик готова и вставляю ставил проверяю колечко оделась а вот он и звук вот о чем я и говорю что бывает может придется ремонт слышите мы сейчас посмотрим мы оденем переднюю часть и посмотрим так беру колечко второе тоже одеваю и вот здесь смазу не сам вал по целиком а вот что внутри будет много не надо чуть-чуть буквально вот крышечка одеваем защелкивается она и проверяем нет нормально звук убрался вот так легко должен от руки крутиться так и теперь можно будет лепесточки на двигатель загнуть один кстати вот крышку прижимать его внутрь посильнее чтобы лепесточки спокойно загнулить на корпусе двигателя ну здесь небольшое усилие но только не переборщите они бывают ломается вот все я загнул все четыре лепесточки проверяю прекрасно тихо крутится можно сказать что профилактика двигателя закончена а то что у вас он греется наверно маслом залили каким-то все это надо разбирать чистить якорь вот смотри как изнутри там все блестит ну просто до щетки обязательно с двух сторон тоже вот она щеточка с одной и с другой стороны тоже надо почистить я сейчас соберу просто под камеру неудобно и вам потом все это расскажу ну вот я двигатель собрал обязательно проверьте пластины чтобы они сели нормально не забывайте сначала щетки пружины потом пластины они должны защелкнуться и мы сейчас вот проверим работает он или нет как слышите вообще великолепно вот это его звуках отличный чем полностью обратно все это возвращаем обязательно ставим шестеренку как стояла я вот переборщил поэтому сейчас отодвинем ее проверяем что крутится и ставим обратно двигатель на свое место вот он стоит полностью и проверим прекрасно здесь надо немножко контакта будет почистить час ну дальше профилактику сделать что мы делаем мы теперь все это смазываем шестеренку на двигателе большую много не надо чуть-чуть обязательно вот здесь корпусе смазочку надо добавить вот сразу тише становится хорошо потом ну это лишним убираем и колесики у нас там грызище чем мы грязь достанем как раз увидал я и конечно бы разобрать помыть бы чуть-чуть ну мы так это все сделаем и тоже смазываем шестеренку с одной стороны и с другой говорю много не надо самое главное чтобы было смазка проверяем прекрасно так я сейчас его до соберу просто здесь мне неудобно и дальше с ним ну вот я уже его под собрал здесь специально пазы есть для щеток вернее не для щеток а спротивление намотаны специально чтобы ничего не коротила обязательно это проверьте вот здесь на двигатель что тоже не касалось ни с одной стороны не с другой стороны вот так это теперь все это полностью выглядит вот я на все сделал шикарно бегает во первых и звук потише стал и я вам сейчас покажу одну вещь ноу-хау свое я беру контакты подключаю вот сюда вот с одной стороны и с другой стороны прекрасно звук меня устраивает и мы же почистим колесики прям тихо вообще мне нравится звук как двигатель работаете прекрасно слегаться чуть-чуть прижимаю ну вот результат все чистенько смотрим обязательно где пластины привлекают тоже чтоб там грязи не было я немножко вижу вот он сейчас на всю от блока питания rz1 и вот он тепленький а не место горяченького как и должно быть полностью смазан профилактика сделал я двигателя колеса я почистил сейчас мы его поставим на макет соберем поставим на макет и посмотрим как он там будет ездить у нас как говорится после излишки я снимаю и вот так вся профилактика проходит ну собирается он легко груз вот он виде какой маленький груз он тяжелый но маленький почему на легкий стал и даже все-таки все-таки 80 уже годов и корпус одеваем так надо еще проверить про не собрал двигатель по направлению да я правильно собрал двигатель я не перевернул если вы двигатель перевернете допустим на блок питания по походу вы опускаете он место вперед назад едет это надо двигатель обратно перевернуть все вот нюансы все вот нюансы одеваем корпус ну вот и одеваю корпус все поправляю как должно быть обязательно что спротивление не касается корпуса так здесь вот небольшая хитрость здесь лапочки такие хопа мы его одеваем и натягиваем грубо говоря на место следите чтобы они не выскакивали они бывают выскакивают спереди так что то у нас тут а вот все вот смотрите не защелкивайте спереди тоже поправьте только аккуратно вот все зашел а теперь хоп и проверяйте все села корпус сидит как будто мы и не разбирали прекрасно просто прекрасно это у меня рейку надо почистить даже поехал даже поехал рейку надо почистить давно лежала что ставим на макет и проверяем ну вот я поставил его на свой мини макет и смотрим прекрасно бегает и стать намного тише стал так 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 О, сход у нас. Я думаю, что профилактика выполнена. На этом, наверное, всё. Всем спасибо, кто посмотрел. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите сообщения. По возможности я отвечу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.